Поцелуйте куклу Он влюбился в театр ещё ребёнком и до последнего дня оставался верен избранному пути. Творческая карьера Эдуарда Марцевича оказалась до предела насыщенной, чего в ней только не было – триумфальные премьеры, чудом побеждённая патологическая боязнь сцены, сотрудничество со знаменитыми советскими режиссёрами и звёздами мирового кинематографа. К то и делу возникающим трудностям и конфликтам артист умел подходить философски, что позволяло ему не размениваться по пустякам, а беречь силы для главного дела всей жизни. Эдуард Евгеньевич появился на свет в декабре 1936 года в Тбилиси. Его отец и мать служили в Бакинском рабочем театре и на момент рождения первенца находились в продолжительном гастрольном туре. Незадолго до начала Великой Отечественной войны родители мальчика развелись, но по счастливому стечению обстоятельств папа постоянно присутствовал в жизни ребёнка, служая ему примером и ориентиром. После победы Эдуард с мамой, отчимом и сестрёнкой переехали в Вильнюс. Вскоре в столицу Литовской СССР перебрался Марцевич-старший. Помимо работы в местном театре, Евгений Михайлович возглавил драматический кружок при клубе связи. Сын долго уговаривал отца обучить его зам актёрского мастерства, но родитель сдался далеко не сразу. В школе мальчишка не отличался прилежанием и примерным поведением. За проказы и шалости он часто получал выговоры. Но учителя мирились с его выходками, ведь нерадивый ученик выручал на всех вне классных мероприятиях, пел, танцевал, читал стихи и даже ставил спектакли. Получив аттестат зрелости, Эдуард переехал в Москву и подал документы сразу в три творческих вуза. ГИТИС, школу-студию МХАТ и Щепкинское училище. Экзаменаторы ГИТИСа скептически отнеслись к юному дарованию, тогда как в двух других учебных заведениях абитуриент успешно добрался до финального тура. В итоге парень остался в Щепкинском училище. Его курсом руководил Константин Александрович Зубов, а дипломный спектакль «Оптимистическая трагедия» ставил Виктор Иванович Коршунов. Выпускная работа стала для Эдуарда трамплином большую жизнь. За пару дней до примерного показа режиссер переместил Марцевича с роли второго плана на место главного персонажа пьесы Алексея. Юноша отлично справился с задачей и кроме того приглянулся присутствующему на спектакле Охлопкову. В ту пору Николай Павлович возглавлял театр имени Маяковского, куда я пригласил начинающего артиста. «Маренька, а помнишь, как мы с тобой здесь бегали, как ты рисовала, плакала?» «Нет, помню, как во сне. Бабушка, я помню или нет?» «Разве бабушке лучше известно, помнишь или нет?» В труппе театра имени Маяковского Эдуард Евгеньевич проработал 10 лет. Его первым персонажем на прославленной сцене стал шекспировский «Гамлет». Роль, о которой иные артисты мечтают десятилетиями, явилась для талантливого новичка несказанной удачей. В 1969 году Марцевич перешел в коллектив малого театра. Постепенно и на этих подмостках он стал одним из ведущих артистов. Наиболее полный его многогранный талант раскрылся в таких спектаклях, как «Царь Федор Иоаннович», «Вишневый сад», «Ревизор», «Дядюшкин сон», «Униженные и оскорбленные». Фильмы Эдуард Евгеньевич попал в кинематограф, будучи студентом выпускного курса. В 1958 он снялся в экранизации «Отцов и детей» Ивана Тругенева в роли Аркадия Кирсанова. Я знаю, что базар вам никогда не нравился. Он не то, что мне не нравился. Просто я чувствую, что он мне чужой. И я ему чужая. Да ведь и вы ему чужой. Это почему? Как вам сказать? Потому что он хищный. А вот мы с вами ручные. Послушайте, Екатерина Сергеевна, ведь это в сущности обидно. Разве хотите быть хищным? Хищным? Нет. А вот сильным, энергичным. Ну это уже никак нельзя хотеть. Вот ваш приятель, он этого и не хочет. А в нем это есть. Игра дебютанта запомнилась режиссером. И молодой актер стал регулярно появляться на съемочных площадках. Год спустя он получил приглашение от Бориса Барнетта и принял участие в работе над драмой «Амушка», сыграв второстепенного персонажа Вовку. Почему меня никто не любит? Кто тебя не любит? Да все. Вот мать твоя. Могла б так съела. Слушай, попроси ее, пусть даст мне справку. Не могу, Вовка. Я уеду куда-нибудь. Куда ты уедешь? Не знаю. Куда глаза глядят. Вовка! Ты не знаешь, как я тебя люблю! В середине 60-х Марцевичу посчастливилось сотрудничать с самим Сергеем Бондарчуком. В эпохальном проекте режиссера «Война и мир» он жился в образ небогатого дворянина и расчетливого офицера Бориса Друбецкого. «Борис! Борис, пойдите сюда. Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда. Какая же это одна вещь?» В 1969-м артист находился на пике популярности. А вместе с Шоном Коннери, Клаудией Кардинале и другими не менее известными коллегами он попал в советско-итальянскую приключенческую драму Михаила Калатозова «Красная палатка». Советские и зарубежные зрители узнали его в образе метеоролога Фина. Прошу прощения. За что? Что вам угодно? Мы разбили пузырёк с йодом. Не найдётся ли вас? Вот, достаточно? Вполне. Благодарю. В 70-е годы актёр регулярно появлялся в премьерах. Среди ролей этого периода ему попадались самые разнообразные персонажи – доктор, студент, милиционер и инженер. Наиболее рельефными характерами оплодали воплощённые Марцевичем музейный сотрудник Алексей Буров из «Детектива кража» и приходской священник Отец Александр. В ленте ищут свою судьбу. Я пришла требовать от вас, чтобы вы больше не встречались с моей сестрой Любой. Хватит с вас одной веры! Смертью веры Фёдоровны я не причастен. А причастна ли церковь? Причастна! Ещё как причастна! И вы знаете об этом! Обещаю вам не встречаться с Любой. До свидания. Следующее десятилетие было для Эдуарда Евгеньевича не менее насыщенным по плотности съёмок. Герои, воплощённые артистом, представители разных эпох и засловий, интересов и занятий. Достаточно вспомнить Лорда Горинга из комедии «Идеальный муж», бандита Мезенцева из военного фильма «Хлеб, золото, нога» и сэра Глайда из «Детектива женщина в белом». Как вы поздно? А вы скучали по мне? Ужасно. Жаль, я не знал, а то бы я ещё больше задержался. Я люблю, когда по мне скучают. Какой вы эгоист. Да, я ужасный эгоист, правда. Лорд Горинг, вы мне постоянно рассказываете о своих дурных качествах? Я ещё и половину не рассказал, а не знаю. А те, о которых вы не рассказали, тоже очень плохие? Чудовищно. В сериалах Марцевич также получал разноплановые роли. Например, в России молодой он перевоплотился в могущественного Франца Лефорта, в государственной границе бывшего полковника Баркова. А в комедии «Зелёный фургон» примерил образ профессора Патрикеева. Что же вы, товарищ Горбыч? Дзержинский вам наган дарит? А вы позорно бегаете от белых на дрязи. Нехорошо. Почему не умерли смертью героя, защищая город? Незадолго до распада Советского Союза актёр снялся в мрачноватой антиутопии, сделанной в СССР. Его персонажем стал школьный преподаватель музыки Борис Фёдорович. Виктор Андреевич, я всё помню. Виктор Андреевич, мы пришли выразить некоторое недоумение по поводу того, что происходит в школе. И, между прочим, это уже под вашим руководством. У нас в музыке есть такое понятие «фартиссимо». Перестроечные годы привнесли в отечественный кинематограф целый букет экранных жуликов и проходимцев, некоторые из которых достались и Марцевичу. Так, в 1992-м он появился в детективной ленте «Казино», изобразив изощрённого негодяя Мэйса. А год спустя артиста утвердили на роль фальшивомонетчика по кличке Седой в мелодраме «Пчёлка». Должен вам сказать, что деньги мы будем брать не в самом казино, а в хранилище. Оно находится под игорными комнатами. Когда возникает нужда наличных, их поднимают в маленьких лифтах. Если на столах скапливаются деньги, их отправляют в хранилище. После наступления нулевых, фильмография Эдуарда Евгеньевича пополнялась за счёт исполнения возрастных персонажей, таких как «Князь Щербацкий», выкранизированной Сергеем Соловьёвым Аней Карениной. Личная жизнь Личная жизнь актёра сложилась счастливо. Мужчина взял в жёны скромную банковскую служащую Лилию. Несмотря на то, что девушка была существенно старше избранника, их союз оказался крепким. В браке родились сыновья Кирилл и Филипп, продолжившие дела отца. Отдохнуть от любимой работы мастеру помогали литература и классическая музыка. Помимо духовной пищи, артист обожал природу и мог подолгу любоваться русскими пейзажами. К сожалению, Эдуард Евгеньевич никогда не отличался крепким здоровьем. В прошлом он перенёс две остановки сердца, но тогда врачи сумели вернуть его к жизни. В последние годы болезней было особенно много, и изношенный организм успел противостоять недомоганиям. В октябре 2013 года Марцевича в тяжелейшем состоянии госпитализировали в медицинский институт имени Слифосовского, где он и скончался, не приходя в сознание. Народного артиста РСФСР предали земле на Троекуровском кладбище Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова